Итак, всем доброе утро, уважаемые онлайн-издители, с вами в студии. Я Александр Вальвирин, предваритель компанией «Альпроект Городия Рософна-Дону». И мы готовы приступить к нашему текущему семинару по металлам, нефти и кросс-курсам. Отлично, вижу ваши плюсы. Ладно, порублю скажу на основных валютных парах, потому что, если честно, и рука уже дрожит. Давайте переходить к нашему обзору. На сегодня, что нас интересует для нашего текущего семинара, это, во-первых, запасы по нефти и запасы бензина. В общем, пока что без комментариев, потому что все мы уже знаем, насколько изменения запасов непредсказуемые. И в этот раз, еще раз говорю, гадать лишний раз не стоит. Зато сегодня пока что себя поругал. Почему? Потому что вчера нарисовал, как говорится, уровень поддержки, как, не знаю, начинающий трейдер. Совсем забыл о том, что не нужно, как говорится, искать что-то усредненное. Если нарисовать его правильно, как раз появится уровень отбоя, от которого сейчас произошел текущий отбой. Вот, давайте уж правильно отрисуем. Вот так вот. Соответственно, пока что цена отбивается, и нам нужен пробой не вот этого области, а вот этой линии. Однако, даже заходы на короткие позиции по нефти, лучше всего сосредоотачивать после... Вот. Так, ты стоишь. Вот. Только в случае возвращения в диапазон. Поэтому, опять же, это, как говорится, план дня по нефти. Если мы реализуем данный вход в ближайшее время, а именно сегодня, закроем на дейлифрейме на нижней границе, то снова будем говорить о продажах по нефти. Пока что здесь у нас все четко. Происходит восхождение. Два раза верхнюю границу протестировали. Однако, минимум не обновляли, что пока что оставит глобальное наше снижение по нефти под вопрос. Вопрос решится уже сегодня. Соответственно, ожидаем вход только после показания возвращения в эту область. У нас здесь есть локальная граница. Верхняя это район 54-й. Если мы получим РТС на новостях и вернемся снова в этот диапазон, можно считать дальнейшее снижение нефти неактуальным. Поэтому такой вот взгляд. По золоту и по серебру. Входные параметры. Вчера мы хоть и закрыли руками, цена потихонечку двигается к уровню 1200. Здесь на серебре, по крайней мере, формируется более явная картина по рабою. Мы сформировали верхнюю границу накопления. И что по ней сказать? По ней сказать можно только следующее действие. Сейчас на час перейдем. Накопление проходит на верхней границе. Сейчас происходит выход из консолидации на пробой вниз. Пробой вниз не состоялся. Пока что выход вверх. Заход по серебру на длинные позиции. И как-то, знаете, меня хоть и немного смущает. Но это будет входной параметр. При этом повыше уровня 17.00. Где-то в районе 17.03. Опять же, пока что рату за то, что нужно получить коррекционное движение. Поэтому входной параметр также у нас будет снизу. Золото, в отличие от серебра, такого явного накопления не дает. Хотя, опять же, пока что мы торгуемся на верхнем приграничном уровне. Говорить о возможном окончании движения не стоит. То есть уровень 1200 пока что как потенциал. Когда ломать эту фигуру, разграничивать, еще раз говорю, так же бессмысленно. Для этого нужен снова заход в 11.80. Поэтому пока что мы болтаемся в текущем боковике. Мы просто золото, по крайней мере, трогать не будем. На серебро обратим пристальное внимание. Итак, американские фонды. Американские фонды, как я и говорил, начали формировать коррекционное движение. К уровню 20.81. И вот здесь, как говорится, уже внимание. Или отбой, или пробой. На них смотрим достаточно пристально. Потому что, еще раз, корреляцию фонных площадок и металлов никто не отменял. Пока что саппорт здесь достаточно четкий. В случае реализации, опять же, прохода под уровень 20.81, можно закладывать длинные позиции. Переходим к росскурсам. И тут у нас, как говорится, начинается болтанка. При этом, наверное, шторм пятибальный из-за текущих действий по евро. Евро все никак не хочет сдаваться. И это, в принципе, хорошо. Потому что, если сменится действующая тенденция, чем она раньше сменится, тем будет лучше. Соответственно, по евроавстралийцу сейчас будет формироваться длинная позиция, потому что выход из текущего... Так. Светлана говорит, что ничего не слышно. Уважаемые онлайн-зрители, будьте добры. Или опровергните данные осуждения. Или как-нибудь там... Вот. Вот. Соответственно, по евроавстралу пока что вырисовывается в одной параметре от пробоя приграничного от 11.39. То есть, действительно, сейчас выход будем. 1.4. Это как пананциал движения. Пробелы со звуком. Слышно, слышно. Все говорят, слышно. Ну, раз все говорят, будем продолжать. Итак. Если что, как говорится, запись поможет. Control F5. Итак. С евроавстралом рассказал. Потенциал не больше, чем 1.4. Пока что берем. Но всплеск может продолжиться. Единственное, что, если сейчас здесь сформируют хотя бы один пин-бар трескотня на фоне. Ладно, давайте попробуем поменять аккумулятор, если это поможет. Дайте мне буквально 30 секунд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пора менять взгляды по действующей тенденции, потому что экономическая ситуация в текущей перспективе меняется. Поэтому 1.37 рассматриваем уже в качестве новой базы накопления и возможного прохода вверх. Единственное, что смущает, то что от уровня 1.37 начались локальные продажи, при этом достаточно сильные, но добавляет небольшой оптимизм, что здесь теперь стоит достаточно такая гора стопов. Почему бы ее не прорвать? Вопрос риторический. Другое дело, что база нижняя тоже не отменяется, несмотря на то, что тенденция уже задается вопросом о ее смене. По евро-фунту мы с вами говорили, что если будет всплеск на часе, вот он наш входной параметр. Вчера мы с вами на аналитике перенесли вот здесь, вот мы с вами были. Где наша аналитика была здесь, мы стоп перенесли в этот район, стоп не зацепило, дошли до цели. Поэтому наш текущий вход оправдан и, по сути говоря, цель мы забрали. Потому что по евро-фунту сейчас коррекция набирает обороты, как говорится, без дона жить нельзя. Что касательно, опять же, следующих входов. Здесь начали снова формировать, вы уже видели по другим валютам, возможность входа на обратной позиции. Входы не удаются, соответственно, в текущей перспективе, в случае подтверждения, можно было бы заходить. Но, знаете, как говорится, здесь включаются, по крайней мере, у меня эмоции. То, что вот как бы и по доллару и рублю я объясню это на основных валютных парах. Уже не на графике, а на доске. Поэтому те, кто не смотрит на записи, добры переключиться на Аль-Паришную трансляцию. Так, поэтому евро-фунт. Сделка закрыта, прибыль гола, радуемся нашей жизни. Еще раз напоминаю, что цель стояла. И в идеале продолжение еще может быть даже до уровня 0,74, 0,74, 0,47. Но как-то мне туда присоединяться, опять же, очень неохота. Евро-иена, к сожалению, вчера вечером, ближе к вечеру, нам стопик все-таки поднесли. Получили меньше, чем сейчас. Но, опять же, сейчас база формируется для того, чтобы выйти вверх. Если рассматривать евро-иену на дейли-фрейме, то уровень был проторгован после попытки закрыться ниже. Мы сейчас открываем дорогу на поход к приграничному уровню в районе 132,50. Где-то так. Как бы к нам к нему присоединиться? База отбойная есть, накопление выходит вверх. Час включить, включился час, мы получим... Вот так вот. Готовимся. Смотрим на час и готовимся. Закладываем небольшой стоп. Да, стопик небольшой, поэтому, в принципе, оптимально. Далее, евро-нзд. Дно порыли после, как говорится, проискового дна. Сейчас у нас есть только один входной параметр, который нужно просто дождаться. Пока что ситуация не изменилась, но нужно подождать наш евро-нзд. Далее, фунт австралиец. По фунту австралиецу также переносим просто входной параметр, потому что, опять же, ловить донышки я не хочу, хоть мы пришли тик-в-тик почти к нашему ключевому целевому уровню. Не люблю одно искать, хотя это, если честно, самое прибыльное дело. Да, ждем подхода на 1.09. Не так уж далеко и осталось. Фунт канадец. По фунту канадцу входной параметр у нас открылся продажами. Стопы сейчас переносим, даже не переносим, кроем руками. Забираем ту малую часть, которую получилось взять. Почему? Потому что я забыл поставить теки на 1.88.56. Это все-таки такой вот уровень локального реверса. Отсюда может, к сожалению, получить коррекцию. Именно поэтому в данном случае я рекомендую, как минимум, быть осторожным с данным входом. Фунт швейцарский франк. Входа не было. Пока что сидим ждем. Возможно, в ближайшее время наконец-таки начнется коррекция. Если смотреть по дейли-фрейму, почти подошли к уровню локального отбоя. Про тесты верхнюю границу, то есть совпадение есть по точке отката перед той стартовой волной, которую мы имели. Сейчас можно получить коррекцию к уровню 1.45. И это как раз и будет ориентир по данным параметрам. Далее фунт айенна. По фунт айене у нас с вами... Сейчас, где-то мой. Да, мы вчера закрылись руками в данном входе, чтобы лишний раз не потерять. И это, как оказалось, нам на руку. Проблема в том, что мы сейчас уходимся на уровне реверса, от которого мы можем продолжить движение к уровню 175. Именно поэтому, несмотря на то, что, в принципе, уже восхождение здесь прорвали, я не исключаю возможного возвращения в этот проторгованный диапазон и выход за уровень 180. Поэтому, в данном ключе, фунт айену лучше пропустили. Ауди, ауди, ауди. Дном, ну, дном, как говорится, понятно. Мы здесь закрылись и ждем возвращения в текущий уровень. В принципе, я в поиске дна особо, еще раз говорю, не верю. Давайте добавим локальную базу. Если все-таки будут прорывать вниз, мы с вами присоединимся к продажам. В крайней мере, что такое историческое дно? Как показал голорубль, оно может быть безграничено. Поэтому входной параметр вниз мы добавляем. Если цена вернется в диапазон, то у нас здесь, соответственно, с вами отдаленные входы. про прорывы данного диапазона. Это то, что касается ауди. Итак, уважаемые онлайн-зрители, вкратце мы разобрали все, что нам необходимо было. Еще раз говорю, по нефти, все-таки перспектива, не знаю. Еще раз, взгляды у всех разные, понимания у всех разные. Я лично не... В грудь себя бить не буду, что мы должны идти только вниз. Вниз, он появляется временами. Да, значит, все-таки не аккумулятор. Ну, извиняйте, как говорится, в этом деле я не электрик. Будем надеяться поправиться в ближайшее время. Итак, по металлам, по нефти, по кроссам разобрались. Хочу услышать ваши вопросы. Если вопросы есть, мы пишем слово «есть», после чего я жду ваш вопрос. Уже в 11.30 мы с вами встретимся на семинаре по основным валютным парам, где я еще немного объясню текущее движение по интересному нашему рублю. Только, опять же, это будет видно не у меня в блоге, а на официальной трансляции Альфари, потому что она в блоге камеры нет. Итак, жду ваших вопросов. Пока поменяю аккумулятор обратно. Золото для опоздавших. По золоту входных параметров нет, мы перекрылись там руками. Пока что потенциал у нас с вами имеется... Так, звук заработал? Звук заработал. Пока что потенциал по золоту имеется на проход 12.00. Смотрим в записи, что я говорил по ЕС, по американскому рынку. Если он здесь подтвердит все-таки пробой нижнего уровня, это даст помощь нашим металлическим друзьям. Более актуален будет вход по серебру при пробое 17.03 и либо, опять же, нижнего приграничного уровня. Но об этом решат фонда. Вот так вот, в принципе, вкратце. Запись будет, не переживайте, посмотрите. Пока что, я еще раз говорю, в течение 40 минут входы они не будут активными. Хотя записи появляются немного позже, но это, как говорится, уже проблемки. Итак, уважаемые онлайн-зрители, с вами был я, Александр Вальверин. Почему он был, в принципе, я и через 5 минут появлюсь. У нас мы разобрались с вами металлы, нефти и кросс-курсы, как обычно, кратко, потому что фундамент и основные движения у нас всегда на основных валютных парах, которые будут буквально через 7 минут. Опять же, по нефти двоякая ситуация, честно, очень двоякая, которая, в принципе, и немного сказывается на рубле. Но об этом, еще раз говорю, поговорим на основных валютных парах. Я с вами не прощаюсь, увидимся через несколько минут в эфире. До встречи. Продолжение следует...